всем привет меня зовут настя и сегодня я хочу снять для вас тег который называется книжные привычки и мне очень нравятся его вопросы передала мне его наташа и ссылку на ее видео вы обязательно найдете внизу а теперь давайте же начнем первый вопрос звучит следующим образом есть ли дома любимые места для чтения так получилось что самого детства я люблю когда при чтении можно вытянуть ноги и именно поэтому я обычно читаю на диване а когда я жила в общежитии то у меня была кровать и соответственно я читала сидя на ней обычная подкладываю себе подушку за спину чтобы было мягче и соответственно чтобы не соприкасаться с холодной стеной и вот так вот сижу и читаю 2 вопрос тега книжная закладка или просто листок бумаги обычно я использую закладку причем бумажную магнитные у меня как-то не пошли и так как я не читаю точнее очень редко читаю несколько книг одновременно то обычно закладку мне просто кочует из книги в книгу и очень много лет наверное лет шесть или семь я использовала только одну единственную закладку причем я ее когда-то вырвала скажем так и с глянцевого журнала это была реклама не поближе что сказать дезодоранта рексона и закладка была очень хорошего качества она была из хорошего пластика такая плотная и ей было очень удобно пользоваться но к сожалению два года назад случилась небольшая драма она у меня выпала в метро и пол на тот момент в огоне был достаточно грязным потому что такое время года было то ли осень когда дожди то ли зима когда все равно с улицы вот эта ватая грязь ну в общем вы поняли и я решила ее уже не использовать и выбросила на данный момент у меня в качестве закладки старый проездной для метро он картонный плотный небольшого размера и подходит как для больших книг так и для маленьких магнитные закладки мне не пошли по той простой причине что их как я считаю неудобно использовать в общественном транспорте потому что в руках кроме сумки могут быть какие-то пакеты и у меня несколько раз было так что закладка чуть не падала на пол поэтому я предпочитаю бумажные закладки причем небольшого размера чтобы они не выглядывали своим корешком из-за книги потому что таким образом опять же в сумке вот эти вот все кончики они начинают как бы махриться то есть закладка мнется портится в общем ничего хорошего из этого не выходит и на данный момент проездной это замечательный вариант следующий третий вопрос вы можете просто остановиться во время чтения или вы должны обязательно дочитать до конца главы я могу остановиться совершенно в любой момент на любом месте книги если это требуется и у меня не возникает проблем с тем чтобы запомнить где именно я остановилась на странице я обычно очень хорошо это помню единственное бывает так иногда что например я еду в метро и дочитываю до конца главы и если мне например уже скоро выходить то есть минуты через 35 то я обычно не начинаю новую главу иногда конечно начинаю но чаще всего я останавливаюсь уже закрываю книгу и на этом все потому что мне просто хочется чтобы уже логические чтение было завершено и я уже как бы не думала о том что же там будет дальше 4 просто вы едите или пьете во время чтения никогда не того ни другого не делала потому что мне это неудобно я даже не пил чай как некоторые во время чтения то есть если например я хочу покушать или попить воды то я закрою книгу и пойду например на кухню покушаю и все как бы потом вернусь назад и продолжу дальше чтение пятый вопрос телевизор или музыка во время чтения вот под музыку я совершенно не могу читать то есть либо я слушаю музыку либо читаю потому что когда звучит музыка я обязательно к ней всегда прислушиваюсь если например это музыка которую я сама включила дома то я могу начать подпевать или еще что-то то есть для меня это совершенно несовместимые вещи и в этом плане иногда бывает проблема в метро когда люди едут и у их наушников плохая звукоизоляции и шумоизоляция и если например этот человек стоит или сидит рядом то иногда музыка если она громко и может мне мешать и я обычно в такие моменты читать совершенно не могу что же касается телевизора то например когда я бываю у бабушки то могу совершенно спокойно читать когда бабушка смотрит телевизор вот но вообще обычно я так не делаю то есть в принципе я предпочитаю читать в тишине следующий шестой вопрос по одной книге за раз или сразу несколько я уже во многих видео говорила что я не могу читать несколько книг одновременно потому что я каждый раз погружаюсь в книгу погружаясь в ее сюжет и мне очень сложно переключаться между совершенно разными книгами единственный вариант когда я могу читать две книги одновременно это если одна из них художественная а вторая например нон-фикшен или какой-то учебник или что-то еще в общем это должны быть совершенно разные тематики никак между собой не пересекающиеся и еще один вариант когда я могу читать две художественные книги одновременно это если они на разных языках то есть одна на русском вторая на английском вот так могу то есть мне обязательно важно чтобы книги чем-то кардинально отличались между собой седьмой вопрос вы всегда читаете дома или где-нибудь еще к сожалению в последние годы я в основном читаю только в общественном транспорте по дороге на работу и обратно домой в день у меня так выходит где-то час в лучшем случае иногда чуть больше иногда чуть меньше в принципе достаточно хорошее время на выходных дома я обычно читаю какие-либо журналы которые у меня накапливаются либо какие-либо статьи в интернете в общее не всегда далеко не всегда читаю дома книги исключение составляет книги которые мне очень интересно своим сюжетом и которые мне очень хочется быстрее прочитать вот такие я могу читать дома после прихода с работы вечером потому что мне не терпится узнать чем все закончилось и еще одна книга которую я в принципе постоянно читала находясь дома эта повесть о гэнзи потому что у меня очень толстое и объемное издание и братьеву с собой в транспорт было нереально 8 вопрос читать вслух или про себя обычно я читаю про себя но если мне например захочется для кого-нибудь прочитать то я с удовольствием сделаю это вслух 9 вопрос пропускаете ли вы страницы во время чтения никогда этого не делала и вряд ли их буду делать потому что я всегда боюсь что что-то я могу пропустить важное или интересное и я не хочу чтобы это случилось я всегда читаю от корки до корки и абсолютно все комментарии даже приложения которые есть книги в общем абсолютно все и даже если мне где-то скучно и неинтересно все равно я это все читаю 10 вопрос бережно ли вы читаете книги очень после меня на самом деле можно обратно относить книги в магазин и дальше их продавать я никогда не разлинаю книги под этим я понимаю когда люди делают вот так вот чтобы все типа было ясно видно или вот так вот проминают корешок я этого вообще не понимаю мне кажется что они портят книги и в особенности я не понимаю людей которые делают это в книжном магазине то есть книга она продается и вот кто-то вот так подходит вот так вот вот и и разгинает читает там буквально пару абзацев и обратно ставит на место и по сути книга же при этом она уже теряет товарный вид именно поэтому когда я что-либо покупаю в розничных магазинах я всегда стараюсь брать книгу со второго ряда скажем так полки потому что как раз до них вот такие вот люди они не дотягиваются и можно взять книгу в отличном состоянии 11 вопрос тега вы пишете в книгах нет за исключением двух случаях первый случай это когда я училась в школе и в книгах точнее в учебниках по английскому языку нужно было решать какие-то задания делать какие-то упражнения и то я в отличие от многих своих одноклассников писала не ручка в учебниках а карандашом хотя учебники эти принадлежали мне они не были библиотечными они были моими собственными и второй раз когда мне пришлось не по своей воле писать в книге это когда я готовилась к экзамену по химии чтобы поступать в университет я сама училась гуманитарном классе и поэтому химии у нас толком как таковой не было чтобы поступить в вуз нужно было ее узнать на достаточно приличном уровне я ходила к репетитору это женщина преподаватель она предпочитала чтобы ученики прям вот в учебном пособии по химии все писали прям ручкой все дополняли причем мы не только именно исписывали это пособие а еще и доклеивали туда какие-то материалы какие-то страницы если мне получится найти это учебное пособие то я вставлю в это видео фотографии как она выглядит но больше так я никогда не делала и вообще не понимаю как люди могут писать в книгах зачем они их портят вот в этом плане я понимаю когда просто лепят скажем так какие-то закладки какие-то стикеры и на них что-то выписывают вот это я еще могу понять но написание чего-то в книгах нет я так не делаю и и делать тоже вряд ли когда-либо буду по крайней мере по своей воле и последний вопрос тега он в принципе традиционные кому вы хотите его передать я хочу этот тег передать вере канал который сейчас называется буксы рит бай вера я надеюсь что он смотрит это видео и я надеюсь что она снимет этот тег и понравится его вопросы и также я хочу передать его ири канал который называется атмосфера и еще одной ири канал который называется книжный заговор ссылки на их каналы вы обязательно найдете внизу и если вы еще на них не подписаны то рекомендую вам это сделать потому что они рассказывают об очень интересных книгах вы можете узнать для себя что-то новое и на этом на сегодня все если какие-то ваши книжные привычки совпали с моими или кардинально от них отличаются то пожалуйста пишите об этом в комментариях всем спасибо за внимание до встречи в следующем видео